Всем здравствуйте! Очень рада опять быть на вашем канале, на Автопол. Благодарю, что пригласили. Но сегодня я даже, если честно, не знала, буду я или нет. Я буквально вот за минут 20 до начала эфира упала с мотоцикла. Я сейчас сижу, у меня внизу лежит такая салфеточка, чтобы на неё кровь с ноги скапывала. И немножко везде, везде вот такие вот штучки. Но это, наверное, тоже должно быть. И это тоже, наверное, есть какое-то предостережение к чему-либо. И всё вовремя. И я бы хотела, конечно же, чтобы ребята, кто присоединились, писали свои вопросы. Потому что сегодня я бы хотела, наверное, больше поотвечать на вопросы. Потому что очень много пишут ребят в личку, очень много пишут ребят под видео. И видео мы выкладываем, которое сейчас идёт и на своём канале. И я бы хотела ещё поотвечать на вопросы максимально, потому что вопросов действительно очень много. И вопросы именно, они настолько смешаны, настолько смешаны о пробуждении, о неедении, о праноедении. И они действительно очень переплетаются друг с другом. Но ни одна из них версия — это не панацея. В любом случае вы должны понимать, что каждая из них — это про то, что есть. И я бы сегодня хотела раскрыть именно ту тему в очередной раз. В очередной раз раскрыть ту тему, насколько вы могущественны и глобальны в этой плотности. И для чего мы здесь. И очень много ребят рассказывают о пробуждении, о просветлении. И есть и такие, которые не просто говорят, и не просто говорят, насколько это здорово, но и также это облагораживают таким каким-то мистическим пледом, что другим кажется, что это невозможно. И я говорила, и многие говорят, и, наверное, очень сложно подобрать слова, которыми вы бы смогли заглянуть в суть самих себя. Это действительно сложно, потому что то, что есть в этом мире, оно настолько скупо, оно настолько маленькое, оно настолько невзрачненькое, что вот этим воспользоваться очень сложно для раскрытия того, что есть, действительно, для раскрытия того, что есть в этой плотности. Какой ты можешь быть, каким ты можешь быть, вне зависимости от слов, вне зависимости от каких-то предрассудков. И на вот этом ретрите, который у нас совсем недавно закончился с ребятами, на Алтайском ретрите, мне очень и очень приятно, что практически каждый человек, он вошёл настолько максимально в себя, он настолько прочувствовал вот эти все моменты, которые могут происходить с ним, и это настолько перевернуло каждого из них, что, наверное, вот ради этого я и провожу эти ретриты. Не ради какой-то масштабности Лавровой Светланы, да? Хотя, если посмотреть, ну какая там я масштабность? Есть ребята, которые там сегодня начали говорить, а завтра у них там уже тысячи человек, которые их смотрят. И, наверное, этим тысячам человеком интересно это, я ни в коем случае не против. Но, возможно, я говорю немножечко непонятным языком, но тем языком, который понятен, им не передать то, что есть этот мир. И когда мы говорим, что в пробуждении, когда ты пробуждаешься, то весь мир меняется максимально как кубиками, как кирпичиками, как светом, как ещё чем-либо, и ты становишься собой, то, наверное, я бы сказала так, что, во-первых, это доступно абсолютно каждому, абсолютно, ребят, каждому. Все, кто есть пробуждённые, все, кто есть просветлённые, и можете называть это любыми словами, это все точно такие же, как вы, просто они подобрали тот сленг, ту точку выражения, которая максимально понятна. Но вы являетесь точно такими же. Именно поэтому вам это интересно. Именно поэтому вам это заходит. Именно поэтому вы через эти слова какие-то приходите вновь к себе. Не к кому-то, а к себе. И когда вы приходите к себе, вы же себя никогда не теряли. Вы же всегда есть у себя. То есть вам невозможно… Вот у меня сегодня была девочка, у которой был запрос, она говорит, я хочу найти себя. А кто сказал, что ты себя потерял? Кто сказал, что ты себя потеряла? Это всего лишь твоё умозаключение. Не компиляция мозга, не наша нейросистема, а это всего лишь заключение мозга, которого в принципе заключение ума, вернее, наверное, я бы так сказала больше, заключение ума, которого в принципе даже не существует. И вот это вот заключение ума, что тебя нет, что ты потерян, откуда оно берётся? Ну вот смотрите, вот сегодня была такая ситуация, и она самая наглядная, самая обычная, которая была с каждым абсолютно. Мы с сыном пришли, ездили по делам, и зашли в магазин, и я очки, тёмные очки, просто одела на голову. И до того, как я тёмные очки одела на голову, это было абсолютно с вами, с каждым. Неважно, тёмные очки, обычные очки, вот просто, вот вы когда ходите и что-то делаете, вы делаете это в расслабленном состоянии, да, к примеру. В расслабленном состоянии что-то делаете, что-то говорите, делаете делание, живёте эту жизнь, жизнь проживает вас, через вас, и это для вас считается нормой. А потом в какой-то момент, когда вы думаете, что вы что-то потеряли, очки, ключи, телефон, по которому вы разговариваете, неважно. И вы продолжаете это делать, то есть потеряв очки, я продолжила делать, я продолжила делать жизнь, я продолжила делать делание, я продолжила делать какие-то действия, но при этом я всё время где-то их пыталась найти, сосредоточить своё внимание где-то там, где могла бы я оставить очки, сосредоточить своё внимание не там, что происходит здесь. И когда я в магазине подошла к витрине и увидела, что у меня очки на голове, неважно, это может быть ваши очки, это может быть телефон, это может быть ещё что-то. И у меня пришло такое расслабление, что вот они здесь, и я делаю те же самые делания, я проживаю ту же самую жизнь, но в другом состоянии. И вот прочувствуйте сейчас этот момент. Вот что вы, когда вы знали, что у вас есть этот предмет какой-то, потом вы его потеряли, этот предмет, и потом снова обнаружили этот предмет. Ваша жизнь так и протекала, ваша жизнь так и шла, ваши делания так и были, но ваше состояние всегда было разным. Так и в жизни вы никогда себя не теряете, вы всегда есть у себя. Только ваш ум говорит вам разное в зависимости от ситуации. Сейчас нам нужны очки, сейчас нам нужен телефон, сейчас мы его потеряли, нашли и так далее. И миллион-миллион всего, что вас зажимает. Но вы-то никуда не ушли, вы-то таким всегда и остаётесь. И когда вы осознаёте, что вы всегда есть у себя, вне зависимости от социальных программ, вне зависимости от социальных барьеров, вне зависимости от социальных догм, каких-то деланий, в зависимости от этого, вы всегда есть, как только вы это понимаете, то всё делание, весь мир, вся система, которая крутится, она начинает крутиться вокруг вас, как вокруг оси. И в этот момент, когда вы это осознаёте, что вы есть ось всего, что происходит вокруг вас, вы начинаете не на мир смотреть другими глазами, а вы осознаёте, что мир смотрит через вас, через ось. и это абсолютно другие видения самого себя, это абсолютно другие видения этого мира, того мира, который не изменился, стал другим только ты, стал тем, кем ты являешься. И когда мне пишут в комментариях различные видения, видения религиозные, видения Бога, видения познания, они у каждого имеют место быть, и у каждого они есть правда, но есть правда, и мы не можем сказать, что есть правда, а есть истина, потому что, когда вы чувствуете правду, вы её чувствуете, вы думаете, это правда, и вам хорошо и легко становится, вы уходите внутрь себя на глубину, на глубину чувствования. Когда вы говорите, это ложь, и вы уходите на глубину себя, на глубину этой лжи, внутри себя, Когда вы говорите «это истина», и вы опять же уходите на глубину себя, и тут вы понимаете, что нет правды, нет лжи, нет истины, есть только ты. Ты можешь быть правдив, можешь быть ложный, но ты всегда здесь есть. Ты есть вне зависимости от того, кем ты себя являешь для себя на данный момент. И любая правда, истина, либо ложь, она не имеет никакого значения, пока ты не познаешь себя «я есть». И как только ты познаёшь себя, что «я есть» вне зависимости от лжи или правды, от истины или неистины. Ты всегда есть внутри чувствования, ты можешь себя определить только через чувствование себя, насколько ты чувствуешь, что тебя расширяет, либо насколько ты чувствуешь, что тебя зажимает. И это неправда или ложь. Это есть «я». Какое «я», насколько я расширяюсь или зажимаюсь. И это опять про чувствование себя. Это опять про то, как я чувствую внутри себя то, через что мир прочувствует наружу меня. И это и есть «я» всё то, что есть. И когда мы подходим к тому, что создал Бог, когда Бог что-то создавал, Он где был? Его кто-то создал? Где он сидел там, когда его создавали? Он был тем пространством, которое есть. И когда ты осознаёшься, когда мир смотрит через тебя, когда ты есть всё, Тебе не нужно придумывать картинки. Тебе не нужно наблюдать наблюдателя. Потому что когда наблюдатель наблюдает наблюдаемого, уже есть наблюдатель. А когда ты растворяешься, и тебе не нужно наблюдать наблюдаемого, когда ты есть всё наблюдение, Когда ты есть эти цветы, когда ты есть этот телефон, когда ты есть всё, то ты есть то пространство, в котором есть всё. Ты есть частичка каждого пространства. То есть ты есть то божественное существо, которое не может создать в каком-то уголке оно есть априори везде и всё. Везде и всё. Это не по слоям, что этот создал этого, а этот создал этого. Тогда кто создал вот этого? А где вот этот, который создал вот этого? И у тебя начинается вот эта вот ступенчатость, где ты начинаешь искать конечность. А конечность разве существует? Если существует конечность, то существует и смерть. А что такое смерть и что такое жизнь? А сюда мы, в этот мир, мы сюда рождаемся? Или мы сюда вываливаемся, умирая? Умирая суда, чтобы познать очередной опыт. Тот, которого мы не познали, чтобы заполнить свою флешку, чувствование, которое там априори есть единое чувствование. И тогда жизнь и смерть она переворачивается с ног на голову. И тогда у вас нет жизни и смерти. Тогда у вас есть то, что не подвластно вашему уму. Да ты сюда родился, или ты сюда умер? Что есть чувствование во вашего тела? Что такое ваше тело? Это тот момент, через который вы понимаете и можете воспринять ощущение, которое приходит к чувствованию. Либо это ваша клетка, через которую вы в этом пространстве, через маленькую клетку, через то, во что вас заковали, в априори всему вы должны прочувствовать, кто вы есть, какое есть вы предназначение вас. А ваше предназначение — быть счастливым. Не вопреки, не потому что, а просто есть. Просто есть то тотальное счастье, через что познаётся каждый момент. Через аварию, через боль, через любовь, через объятия, через прикосновения, через изгнание, через каждый момент, который вы познаёте, это счастье. Счастье глубинное, тотальное счастье любви. Тотальное счастье любви к себе, как частицы всему, потому что ты есть всё. и как только ты его познаёшь через всё, тогда ты, тогда у тебя приходит осознание, насколько, насколько тебе нужно быть ещё здесь. в этом теле, либо в других телах, либо ты готов идти на следующий уровень восприятия себя. Здесь ничего не заканчивается. Здесь это только очередная ступень всего. не знаю, насколько понятно и из мира, но могу сказать, что через такие моменты познания себя очень чётко видите следующие плотности. следующие плотности, которые, ну, переводя на наш язык, наверное, великолепны по-своему. И это очень здорово, что на ретритах ребята это видят. И на Байкале мы пойдём ещё глубже. Я с вашего позволения отвечу на вопросы, которые есть здесь, на «Астополстаре». «Астополстаре». Светочка, а как изменилось твоё состояние после дня рождения? Если тебя люблю. Мария, ну, изменилось, конечно, состояние изменилось, изменилось новым видением, но, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, это те видения, которые, которые очень сложно передать словами. и я понимаю, что больше и больше моментов я могу передать только в поле. Это не обязательно говорить, это не обязательно что-то делать, это не обязательно проводить какие-то практики. Это можно просто сидеть и через глаза передать человеку Вселенную. И это здорово. Это здорово, когда видишь, когда человек это принимает и когда с ним происходят абсолютно другие состояния. И да, он пытается себе объяснить земными словами, и это тоже очень мило. Но дальше он понимает, что объяснение тут невозможное. Да, это глубина. здравствуйте, Александр Мак. Очень непонятно. Можно еще раз сок для особо одаренных? Ну, наверное, для особо одаренных можно, но, наверное, это уже будет в записи. так, ребят, тут еще пишут про климакс, про АСД. Ну, наверное, это не тема этого эфира. я обязательно ее сделаю на канале, но не будем все в одно русло пихать. Если есть вопросы еще, ребят, в зуме, я готова на них поотвечать. с какого мотоцикла сейчас упали? я спидбайка упала. Я спидбайка упала, ездили по горам, и я дважды упала. Была без защиты. Ребят, все время одевайте защиту. Была без защиты, у меня пальца нет, и тут немножечко все расковырено. Нет, ничего не сломалось. Спасибо. Спасибо, Надежда. Все заживет, все очень быстро заживет. Кровь перестала течь, да. Салфетка уже сухая. Ну, как, салфетка не сухая, уже лужица уже такой нет. Почему бывает сильное слюноотделение? Ну, ребят, вообще, во-первых, напишите, сильное слюноотделение это на еде или без еды? Потому что это очень важно. Смотрите, бывают такие моменты, когда вы на сухих днях очень сухая полость рта, слюна есть, но она как будто бы как не смачивает. Есть такое, и вот эта слюна, которая не смачивает, это воспалительный процесс, то есть воспалительный процесс, он настолько затянутый, что гнойные выделения, они настолько, даже я бы не сказала, что обильные, но настолько сухие, настолько вязкие, что слюна их размягчить не может, она проходит как будто как мимо них. Такое состояние тоже бывает, и когда вы чувствуете у себя такое состояние, что есть огромная сукость рта, у вас прям бывает, что все вяжут, слюна есть, но она не помогает, то тогда я бы рекомендовала выпить очень-очень теплой воды, если нет никаких эфирных масел, ну, например, как я часто пользуюсь, ну, я вообще постоянно пользуюсь одной из фирм, мне будет сейчас озвучивать, чтобы это не была реклама. Я определенные масла бывает добавляю под полость рта, особенно на ретритах, потому что на ретритах, когда держишь поле, как бы это ни звучало, это мистифицировано, но это действительно так бывает, что когда держишь поле, бывают разные ситуации, бывает, начинаешь кашлять, откашливается, бывает прямо с кровью, бывает прямо из ушей идет кровь, да, бывает, ну, это достаточно трудоемкий процесс, когда ты на ретритах держишь поле, это не все у ромашков, это действительно работа, то есть на ретритах происходит работа, как ребят, так и моя работа, она достаточно трудоемкая, и ребята действительно говорят, что, например, вот сейчас вот мы были на Алта, они говорят, Света, где стоит купол, где выставлен купол, я говорю, вот там-то, и они, он говорит, точно, и они проходили с ребятами, говорят, вот мы идем, просто идем, идем, и потом раз, такая резкая, как будто резкая граница, выходим, и тут ветер, мы заходим обратно, ветра нет, буквально шаг делаем, ветра нет, вроде бы все то же самое, но нет ветра, все какое-то там, все какое-то вот непонятное, как будто бы, как под простыночкой, делаешь шаг, и тут ветер, там какие-то звуки, еще что-то, и да, действительно это есть, и когда это происходит, тоже в определенные моменты, я бывает себе помогаю, но словами, у меня с собой очень часто есть, такая маленькая, как она называется, смыслаем по 5 миллиграмм, вот, чтобы ребятам помочь, потому что бывают разные ситуации, бывают ситуации такие, что когда тело не пускает, когда очень часто тело не пускает, очень часто сознание не пускает, бывают ситуации, когда ребята падают в обморок, бывают ситуации, когда у ребят бывают судороги сильные, Ну, много различных ситуаций, которые мы предотвращаем. Я, ребята у меня, команда моя, мы всегда наготовим, потому что мы понимаем, что в моём случае, ребята, ретриц, это не про бабочки-цветочки. Это не про то, что ты приехал туда, вот мы поболтали, и у тебя всё хорошо и замечательно раскрылось, как ребята уже делают какие-то видеоотзывы. Очень часто ребята не делают видеоотзывы, у которых были сильные ситуации, потому что они их допроживают ещё какое-то время, у которых на физическом уровне сильные ситуации из ряда вон выходящие, у которых на психологическом моменте очень сильные ситуации, когда тебя просто разбирают до такой степени, что ты можешь вообще быть в истерике, ну, просто в истерике сильной. Какое-то продолжительное время. И такое тоже бывает, потому что, ну, я говорю, что ретрит — это не про лёгкость, это не про то, что ты приехал, в лёгкость такой ехал. Нет, ты там проживаешь, за эти 4-5 дней ты проживаешь 2-3 жизни своих. Это не пол жизни, не несколько лет. Это 2-3 жизни. И это большая нагрузка и на физическое тело, и на психическое тело, и на психологическое тело. И душа у тебя начинает смотреть по-другому, освобождаясь от предыдущих оков. И это большая работа, действительно большая работа. Вот, поэтому не идите в аскезу, научитесь чувствовать своё тело. И ещё раз могу повторить, что жить без пищи, как минимум без твёрдой пищи, это доступно абсолютно каждому. Вот прямо абсолютно каждому. Но я не могу сказать это в открытых эфирах, под копирку этого не сделать. Я очень надеюсь, что всё-таки у меня хватит сил побыстрее выпустить книгу, которая будет как первичное учебное пособие «За грани пищевой цепи», она называется, где может каждый прикоснуться к этому, когда даже никогда не сталкивался. Как понять, чтобы тебе максимально просто подготовить как минимум физическое своё тело. А про психическое тело у меня очень много эфиров открытых. Я очень много даю открытой информации с огромным удовольствием. Здесь больше нет эфира. Да, ребят, я переключаюсь с одного канала на другой. Мёртвые хоронят своих мертвецов. Нет, мёртвые всё-таки, Артёмушка, наверное, хоронят не своих мертвецов, а они хоронят… Мёртвые хоронят свою боль, свою невостребованность. Потому что если бы они понимали, что с ними происходит, что происходит с другими, наверное, бы они с благостью бы отправляли любого другого, и здесь делали бы максимально не для жалости себя, не для того, чтобы что-то себе ещё урвать, заработать, познать, а именно для того, чтобы познать себя. Потому что очень многие ребята, вот даже я до сих пор слышу, что очень многие ребята, они вот «я не могу вот это, мне нужно работать, мне нужно закрыть кредиты, мне нужно вот это сделать, мне нужно вот это сделать». Это же, ребят, всё не про вас. Это как раз про то, куда вы гонитесь, зачем вы гонитесь, почему вы всё время оббегаете себя. Вот вы стоите перед собой, а вы здесь вот обогнаете. Кредит, работа, для кого-то нужно сделать ещё что-то. И вы всё время себя обгоняете. И пока вы не найдёте себя, вы всё время будете вот в этой вот суматохе бежать. И это я говорю вам не потому, что «а, вот она говорит, она этого не знает». Нет, я как раз это всё прожила. Я прожила те моменты, когда мне всё время нужно было быть хорошей для кого-то. У меня были моменты, вплоть до того, что я, например, если бы приезжала раньше одиннадцати вечера домой, приезжала раньше одиннадцати вечера домой, и если я была уставшая, но даже если выходные были, если были выходные, я очень хотела выходные днём поспать, я себе этого не позволяла. Мне было стыдно, стыдно спать днём, даже если я очень хотела. Мне всё время казалось, что я этого недостойна. Ну как это днём же нужно? Ну если ты в выходные, ты должна провести время с близкими, с детьми, ещё с чем-то. Как ты можешь спать? Ведь скоро будет понедельник, и ты отправишься в работе, и ты не уделишь время. То есть я всё это действительно прожила, как это было. И меня там вот в этих моментах не было. Как бы финансово хорошо я не жила, но я никогда не чувствовала этого удовлетворения, никогда не чувствовала этого драйва, я никогда не чувствовала, что я жива. Я всё время жила для кого-то, пытаясь выудить вот эту вот изюминку хорошести. Ну вот я же, посмотрите, я столько вот всего делаю, ну похвалите же меня. А люди же думают не о тебе, а о себе. И это абсолютно другие моменты. И они ни в чём не виноваты, ни в коем случае. Это же только мои траблы, это же только моё восприятие себя, как бы я хотела быть хорошей, потому что я же себя не чувствовала. Мне же нужно было быть обязательно хорошей, потому что я же не понимала, что я просто есть вне хорошести, вне плохого. И эти моменты есть до сих пор многих ребят, которые не могут оставить работу, потому что они говорят, ну как же я оставлю? Но здесь же не про оставить работу, а найти себя и после этого понять, а это действительно то, чем бы ты хотел заниматься. Ты бы хотел этим заниматься, чтобы быть хорошим для родителей, для супругов, для каких-то близких людей, для детей. А ты кто есть? Кто ты? Если ты себя не знаешь, как ты можешь быть хорошим, на что вешать ярлычок хорошести, если ты не знаешь своей основы. Артём, здоров. Здравствуйте, Светочка. Расскажите о причине появления седых волос при долгом внеедении, поменяются ли седые волосы. Смотрите, седые волосы — это отсутствие пигмента. И отсутствие пигмента вы посмотрите на монархов, на тех, кто вам кажется, что максимально просветлённый или пропустённый. Вы никого не найдёте в цвете волос. Они будут все без пигмента волоса. Потому что это не имеет никакого значения. Ведь пигмент волоса — это всего лишь наше восприятие молодости, за которым сейчас очень многие гонятся. и мне тоже очень многие говорят. Действительно многие. И тут я была на концерте, меня сына пригласили на выступление, он играл на электродитаре, и там были люди, естественно. И одна из девушек ко мне подошла и говорит, «Ну, мне сказали, что вы автоном, вы не похожи на автонома». И вот это же тоже восприятие, похоже они или не похоже. А где написано, как они должны выглядеть? Это же тоже восприятие. То есть это восприятие, как должен выглядеть человек, который не ест и не пьёт. И у многих это восприятие, что должен быть в таком-то теле, в таком-то весе, так-то выглядеть. У него должна быть такая-то физическая активность. У него должно быть и вот куча-куча всего, чем он должен, обязан обладать. Но неедение — это не про обязанности, неедение — это про осознание. Оно не касается вообще физического тела. Это осознание себя вне физического тела. А физическое тело — это всего лишь то, в чём ты есть на данный момент. И ты в этом можешь быть в любом теле. В таком, в таком. Оно никак не регулирует тебя, когда ты знаешь, кто ты есть. И это немножко про другое. Поэтому всё, что касается седых волос, наверное, это всего лишь ваше восприятие. Они могут, если вы ещё есть в физическом теле, они могут от стресса убирать пигмент. Они могут от генетики убирать пигмент. А могут просто убрать пигмент от того, что вы нашли себя, и вам неинтересно, в каком цвете есть ваши волосы. Но если вы понимаете, что вы нашли себя, и вам нужно быть в этом цвете волос для какого-то донесения, какой-то информации, вот, ну, к примеру, да, до чего-то, то они будут именно в этом пигменте. И это неважно, какой. Вы можете быть от природы, там, брюнеткой, а вот в донесении вот конкретной информации для вашего продолжения себя в этой плотности, то они могут поменять пигмент в любом ракурсе, вне зависимости от того, что было заложено генетически. Да, Артём, мама убрала седину, да. Если это важно для человека, то да. Почему так тяжело переносить жару, пока 24 на сухом? Думаю, как облегчить состояние. Ребят, тяжело переносить жару на сухом только тогда, когда у вас есть достаточное количество жидкости, инородной, впитой. Так, наверное, назвать. Как только у вас начинает крутиться ваша жидкость, то чем суши климат, прям сухой климат, тем вам комфортнее находиться. И я вам скажу, что даже бывает, что не всегда в тёплых странах бывает комфортно находиться, а очень часто бывает, вас будет выбрасывать куда-нибудь в горы, в снег, ещё что-то не из-за влажности, а из-за звонкости воздуха, из-за кристаллизации. Потому что в тёплых странах, вот как я чувствую уже достаточно давно, в тёплых странах, например, вот Сочи, она тёплая страна, страна, город, да, город тёплый, очень влажный, но за счёт того, что там очень большие подводные, как называется, не подводные, а подземные, подземные воды очень идут, вот почему там, почему там дома едут, там горы плывут, там ещё что-то. За счёт вот этого движения под землёй там нет гнилости, в Сочи нет гнилости, и ты можешь спокойно находиться вот в этой жаре и жить, дышать. Но есть некоторые города, давайте так назовем, города, которые очень жаркие, и ты в них не можешь находиться, потому что всё, что находится в земле, всё, что гниёт, всё, что перегнивает, ты очень сильно это чувствуешь, ты очень сильно чувствуешь то, что поднимается с земли, тебе очень тяжело. А когда ты находишься, например, где-то в холодном климате, то там нет этого перегноя. И хотя там холодный, морозный сам по себе климат, но тебе легче там находиться, потому что там более звонкий, звонкое пространство, более чистое пространство за счёт вот этой морозности, и горы в том числе. И такое тоже бывает. На третьем сухом было очень обморочно, есть не хотел, нужно было на работу, пришлось выйти на смузи, а вечером совсем наелось овощи и фрукты. Что делать в таких ситуациях, чтобы не заесть? Если совсем очень плохо и нужно куда-то идти, сделайте 2-3 крупинки соли, гималайской, красной, розовой соли, чёрной соли, или в крайнем случае обычной соли, вот такие крупные крупинки соли, 2-3 под язык положите, и у вас интоксикация пройдёт, а сам процесс очистки продолжится. И вам будет намного проще, от 12 до 24 часов у вас будет такой бодрячок. Светлана, мир смотрит из меня, мир исходит из меня, я и проводник, энергетический пример мира. Что для вас более приемлемо на сегодняшний день? Я не проводник мира. И не совсем как бы мир смотрит через меня, что я не в аренду сдаю своё тело, а я говорю, что настолько ты выворачиваешься, что мир смотрит через тебя, что ты есть этот мир, как бы изнутри смотрящий на всё. То есть ты не интерпретируешь, что вот я увидела это, я увидела это. А ты стал этим, либо этим. Тебе не нужно быть наблюдателем наблюдаемого. Ты уже не наблюдаешь за чем-либо. То есть смотрите, ты же не наблюдаешь за своими внутренними органами, ты не наблюдаешь за своими руками. Ты чаще наблюдаешь за чем-то, потому что руки — это твои, это ты. Печень, почки — это ты. Это не в прямом смысле ты. Это как бы в тебе, но это в том числе часть тебя. И ты становишься частью этого мира. Тебе не нужно интерпретировать себя как что-либо. Тебе не нужно выходить туда, чтобы смотреть на себя со стороны. Ты уже это есть. Тебе не нужно собирать картинку из мысли форм того, что есть в тебе. Ты уже есть то, что уже тебе собирать из этого не нужно. Ты этим уже являешься. Если понятно. Седые волосы — это неприятие каких-то аспектов себя. Это ум, ребят. Ну какие неприятия себя? Как ты можешь не принимать себя, если ты уже стал всем? Да, ребят, если вопросов больше нет, то я, наверное, вас покину. Я просто не вижу зум, если честно. Я только вижу в YouTube. Благодарю. Благодарю, Полина. Скажите, пожалуйста, город Геленджик тоже как в Сочи. Нет, Геленджик — это другая. Там другая энергетика. Он тоже прекрасен, но он другой. А соки — это тоже чужеродные жидкости? Конечно, соки. Ребят, когда вы будете всё больше и больше уходить на жизнь вне еды, то соки вы не сможете пить даже разбавленные. Это же глюкоза, сахароза. Это просто такой всплеск, гормональный всплеск. Это поджелудочное просто начнёт плясать у вас. И это, ну, такой ядрёный завод. Не сможете вы потом это делать. Соки — это да, это очень. Да, ребятки, ну, тогда я вас покину. Если у вас вопросов больше в зуме нет, если никто не хочет спросить голосом, то я тогда, наверное, покину вас. Присоединяйтесь к ретриту. На Байкальском ретрите у нас ещё есть места. Вы сейчас совсем не кушаете? Нет, я не кушаю. Я сейчас прохожу официальное исследование, где исследуют зубы, внутренние органы, кровь. И об этом я, как только исследование готово, я об этом говорю в закрытом клубе, да, я ребятам рассказываю. А на общее обозрение я выложить это не могу. И сейчас я участвую в прано-фестивале. В одном из прано-фестивалей их просто сейчас уже достаточно много. И там есть один человек в Индии, тоже он участвует. И он достаточно длительное время тоже не кушает, но намного больше, чем я. То есть я отталусь копейки. Мой четвёртый год — это вообще капля в море. И его тоже исследуют. И там тоже юридически невозможно это обнародовать открыто. И они предложили как бы его учёным, его профессорам сделать коллаборацию с моими профессорами, чтобы сделать вот это вот тоже анализы, совместить, посмотреть, как. И я, конечно же, тоже за такое. Но в открытый доступ, я думаю, что это просто сейчас нереально по юридическим аспектам выиграть. Но, тем не менее, это и есть. И в закрытом клубе, как только появляется какое-то заключение, я это показываю, рассказываю ребятам, и рассказываю, что и как, и почему. Потому что очень моментов много, которые даже официально нам говорят, что вот это вот так. А по факту, если заглянуть туда немножечко глубже, то это абсолютно не так. То есть, например, говорят, что сердце — это наш носовец, это наш клапан, который качает сердце. А по факту это не так. По факту это обследуется сердце. У меня оно обследовалось вообще в абсолютно другом, для меня новом ракурсе. Это предлежание, и оно определённой формы сердца, которое даёт определённую волну, которая делает сокращение клапанов. То есть не клапан скачает сердце, а при определённом предлежании сердца даёт волну в организм, от которой закрывается либо открывается клапан. Для меня это была одна из новых информаций, и об этом я тоже буду рассказывать. Вот уже достаточно скоро будет очередное заключение. Я об этом тоже буду рассказывать в закрытом клубе. Да, это очень интересно, то, что происходит, и то, что нам очень мало рассказывают. И врачам, некоторым которым говоришь, они говорят, ну как, это же вот так вот оно есть. И у них даже другой картинки чаще не бывает. И у некоторых врачей сейчас, у которых мне говорят, например, что тебе вот эти вот анализы, и потом я анализы там передаю в определённую лабораторию, то бывает, что ты такой приходишь, к человеку, он говорит, ну что вы там, ну что у вас такое, что-то у вас вот такое, голодаете? И начинают, голодать это вредно, голодать это это, голодать это то. А я просто помалкиваю. Да, бывают и такие моменты. А что вообще, что лучше вообще есть после нескольких сутеней? Малина. Я не могу сейчас в одном, то есть у меня сейчас не хватит времени, чтобы всё это рассказать. У меня есть марафоны, где я рассказываю, что лучше кушать, почему лучше кушать, что происходит с вашим организмом, когда вы делаете это или это, чтобы вы понимали, что происходит в вашем организме. Это очень важно. Не просто сказать, вот это делайте, и будет вам счастье. Нет, вот это делайте, потому что у вас в организме будет вот этот процесс. А этот процесс даёт вот эти результаты. А вот эти результаты даёт вот эти результаты. И вы смотрите для себя, что нужно вам. Это очень важно, чтобы вы именно ориентировались на себя. Почему нельзя обнародовать? Ну почему нельзя обнародовать? Потому что у нас по законодательству даже вегетарианцы, не веганы, а вегетарианцы считаются психически нездоровыми людьми. Это действительно есть, это есть подзаконные акты, которые это регулируют. И представляете, что будет, если мы не говорим даже о веганстве, о сыроедении, о моноедении, о сокопитии, а вообще о неедении. То есть у меня вообще два официальных, два психологических образования. И я знаю, как составляются эти комиссии, как проходят комиссии. Я присутствовала на них, я была членом нескольких комиссий. Я знаю, как это делается. Поэтому у меня есть два несовершеннолетних ребёнка, которыми я точно рисковать не собираюсь. Ну, ребятки, я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что были. Спасибо огромное за вопросы. Присоединяйтесь к ретритам, к марафонам, к закрытому клубу. И огромная-огромная благодарность ещё раз Автополстару, что вы приглашаете. Всё. Огромное спасибо. 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 Спасибо.